Участники конкурса «Педагог года» на протяжении нескольких месяцев проходили различные испытания. Было пять испытаний, которые мы успешно прошли, вышли в финал. Подготовка конкурса ушла к финалу, готовился практически весь коллектив. Спасибо большое коллективу, я его благодарю, все поддержали. К финалу добрались только четверо. Татьяна Митрофанова – учитель истории и общества знания Видновской гимназии. Всем своим коллегам советует попробовать свои силы в таком соревновании. Конкурс «Учитель года» – это один из таких вот этапов, которые, я думаю, должен пройти каждый педагог. Он очень много дает и в плане профессионального роста, и в плане реализации себя, не только как педагога. Потому что практически, я думаю, все педагоги – люди творческие, новаторы своего дела. Название первого этапа конкурсной программы – «Педагог. Мое призвание». Участницам нужно было подготовить номер, в котором они рассказали историю о себе и о том, почему выбрали именно эту профессию. Учителем захотелось стать, потому что прочитала книгу Владимира Ивановича Бернацкого о том, что он проводил различные труды о биосфере, наосфере, проводил разные эксперименты. Ну, захотелось стать ученым на тот момент. Но ученым не стало, зато свой выбор определилась в профессии учителя. Второй конкурс был посвящен Году науки. Третий – интеллектуальные испытания. Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать лучшую. Ведь абсолютно все участницы справились с заданиями надлично. Мне кажется, каждый из учителей в душе своих детей, своих воспитанников оставляет действительно прочный след. Ведь каждый из нас помнит своего первого учителя. И пусть сегодня определится лучший. Победителем конкурса «Педагог года-2021» стала учитель английского языка Витновской школы номер 7 Ирина Берстенева. Любой конкурс – это всегда вызов. И поэтому наша современная жизнь предъявляет огромное количество вызовов. Почему бы не ответить на один из них? С одной стороны, конкурс – это подведение итогов. С другой стороны, это возможность проявить себя. Ирина Берстенева получила благодарственное письмо главы муниципалитета и сертификат на 150 тысяч рублей. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ.